Оправдывают ли финансовые вложения межрегиональные центры компетенции, которые открылись в семи регионах страны на базе колледжей и техникумов? Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты нескольких федеральных изданий отправились в тур по таким учебным заведениям. Свою инспекцию они начали с Татарстана, а сегодня днем прибыли уже в Чебоксарский электромеханический колледж, на базе которого работает межрегиональный центр компетенций. Какую роль он играет в подготовке кадров? Репортаж Марии Никифоровой. Сразу после занятий второкурсник Илья Сорокин спешит не домой, а к станку. Удобно, далеко ходить не надо. Импровизированное производство межрегионального центра компетенций находится по соседству с учебным классом. Когда я заканчивал школу, здесь уже открывался центр компетенций. И у меня не было сомнений, что прийти сюда. Потому что тут, помимо теории, сразу можно перейти на практику. А это значит, что окончив колледж, Илья не только получит диплом, но уже будет готовым рабочим. С появлением в республике такого центра компетенций, руководители предприятий без опасений берут на работу выпускников колледжей. Если раньше где-то испытательный срок 3 месяца, 5 месяцев доходил, то сейчас после одного месяца уже мастера пишут ходатайство, дают служебные записки о повышении разряда и о допуске к самостоятельной работе на достаточно серьезных узлах. Помимо выпуска готовых кадров, центр компетенций позволяет пройти профессиональную подготовку педагогам. У нас прошло обучение 2700 человек, преподавателей, из 26 территорий России. Кроме того, наши преподаватели были в 10 территориях Российской Федерации. Наши преподаватели выезжали, повышали квалификацию. В России таких межрегиональных центров компетенций 7. Каждый из них отвечает за определенное направление. Дизайн, искусство, строительство и сферу услуг. Специализация Чувашия – автоматизация, радиотехника и электроника. Оправдываются ли планы создателей этого масштабного проекта и приносят ли плоды такие образовательные центры, сейчас проверяют журналисты федеральных изданий. Они отправились в тур по регионам, где работают организации. Позади Татарстан, а после Чувашии репортеры отправятся в Московскую область посмотреть, как работает центр в сфере строительства. Наша цель – выпуск серии статей в федеральных СМИ о том, вообще о проекте, да, и о том, какие планы на будущее. И хотелось бы при таком масштабном вложении денег, сил, получить какой-то результат, посмотреть в дальнейшем, после окончания проекта, чем занимаются МЦК, как они собираются развиваться. Хорошая была задумка нашего МЦК, они создали консорциум, который входит в более 60 профессиональных образовательных организаций, из 7 федеральных округов, более 38 субъектов Российской Федерации. То есть сейчас, будем говорить, в Российской Федерации в рамках нацпроекта создается единое такое профессиональное образовательное пространство, где будет воспроизведена новая модель подготовки кадров для экономики России и Чувашской республики. Министра поддержали и руководители колледжей из соседних регионов, которые подключились к работе круглого стола в режиме онлайн. Они отметили, раньше каждый техникум имел свою образовательную методику, а сейчас, благодаря инициативе нашего центра компетенций, преподаватели разрабатывают общую стратегию. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.